Всем привет! Меня зовут Артур. Сегодня наше видео называется переплёты электронных книг. О чем мы сегодня будем говорить? Предположим, нашли вы в интернете книгу полезную, которую собираетесь использовать не один раз. Справочник или просто очень толковая книга, как вот данная книга, фрезерное дело, автор, сейчас секунду, сфокусируемся, Барабашов. Книга 73 года, но до сих пор актуальна. Пользоваться ее на экране компьютера очень неудобно, особенно когда работаете на станках. Поэтому, естественно, в распечатанном виде это гораздо более удобный вариант будет. Как это делается чаще всего? Берется, распечатывается подряд все страницы, четные, нечетные, сгибается, пробивается несколько дырок, прошивается большой, крупной ниткой, и получается полная фигня. Потому что 300 страниц, согнутые пополам, они все время норовят раскрыться. Как не сгибай такую распечатку, как не пытайся согнуть как следует эту распечатку, ничего толком не получится. Даже если гнуть по отдельности каждый лист, даже если выдерживать такую книжку под прессом длительное время, все равно получается фигня. Как делаю я с недавних пор. Беру швейную машинку, распечатываю с помощью программы Adobe Reader PDF буклетом. Прошиваю каждые пять страниц. И распечатываю, соответственно, буклетом по пять листов. Я говорился по пять листов. И каждые пять листов я прошиваю нитками. Ширина стежка у меня тут получилась 4 миллиметра. Нитки белые 45лл. Игла то ли 16, то ли 19, я не помню, шил давно. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это у нас получается пять листов прошитые вместе. Так вот прошивается каждые пять листов. Потом берутся эти мини-брошюрки, складываются вертикально, выравниваются по левому краю. Берется те же самые нитки, но кривая игла. Привязывайтесь к одному из швов на тыльной стороне. И начинаете с помощью этой нитки пропускать сквозь каждую брошюрку, сквозь шов каждой брошюрки на тыльной стороне зигзагом. Вот так вот. Расстояние между петельками около 10 миллиметров. Ну это абсолютно все равно какое расстояние. Можно там хоть по два сантиметра, три сантиметра сделать. Но я сделаю чаще. Вот это самая трудоемкая операция. Все остальное делается очень просто. Рекомендую на машинке уменьшить натяжение ниток. Если натяжение ниток и верхнее, нижнее довольно высоко, брошюра сильно стягивается и потом зацепиться за шов крайне тяжело. Так. Прошивается до конца, на конце делается узел, берется ПВА-клей, смазывается с помощью кисточки, сушится. Если зимой на батарею, то сохнет быстро. Летом можно на солнце положить. Далее, пока она сохнет, берете три картонки плотных. Я взял пресс-шпан, так называемый электрокартон. Одна картонка, вторая. Сейчас покажу, если она фокусируется. И центральная узенькая. Взял плотную ткань. Так. И по периметру, сейчас покажу, по периметру прошил все три картонки, чтобы они свободно гнулись. Далее, прям два листа формата А4 приклеиваем к середине и корешку с одной стороны и с другой стороны. По возможности, ложим под пресс, иначе покоробит бумагу. Как видите, вот у меня покоробило ее и тут, и тут. Даже я потом пытался утюгом прогладить. Получилось не очень аккуратно, но тем не менее, сама книга получилась довольно-таки неплохо. Странички у нас при этом получаются ровные. Я ничего тут не подрезал. Ну, относительно ровные. Не сравнить, конечно, с изготовлением настоящих книг. Там они подрезаются по периметру. Обязательно мы этого делать не будем, так как этот справочник, который будет часто грязными руками листаться, читаться. Что я еще хотел сказать. По-моему, я этого не говорил. В начале и в конце каждого шва нужно делать закрепки. Туда-сюда несколько раз пройтись и вперед и назад. Тогда оно никогда у вас не распустится. Лишние нитки, после того как вы все прошьете, просто-напросто обрезаются. Ну, вот так вот. Спасибо за внимание. Всем пока.